Депутаты Госсовета Крыма на внеочередной сессии утвердили выборы в парламент Республики на 8 сентября. Выборы депутатов Государственного Совета Республики Крым нового созыва назначаются Государственным Советом Республики Крым. Квесты, конкурсы и творческие мастер-классы. В Международный день защиты детей в Симферополе прошло развлекательное шоу. Эти дети, они такие же, как все остальные. Кировский районный суд вынес приговор 25-летнему крымчанину Эдему Кадырову, который обвиняется в участии в незаконном вооруженном формировании батальон имени Намана Чилибиджихана. В 2016 году Эдем Кадыров вступил в ряды возглавляемого Ленуром Ислямовым крымско-татарского добровольческого батальона, действующего в приграничных районах Херсонской области, и прошел там специальную подготовку, в том числе по обращению с огнестрельным оружием. В обязанности крымчанина входила личная охрана Ислямова, строительство сооружений и заграждений вблизи расположения российско-украинской границы, досмотр транспортных средств, пересекающих границу. По возвращению в Крым Эдем Кадыров мог добровольно прекратить свое участие в незаконном вооруженном формировании, но не сделал этого. В январе текущего года мужчина был задержан. В отношении него было возбуждено уголовное дело. Эдем Кадыров полностью признал свою вину и ходатайствовал об особом порядке судебного разбирательства. Ему назначили наказание в виде четырех лет лишения свободы и одного года ограничения свободы. Крымский государственный совет утвердил дату выбора в парламент республики, как и предполагалось, определять новых депутатов будут 8 сентября, в единый день голосования. Крымчанам предстоит выбрать 75 человек, которые будут представлять интересы населения следующие пять лет. Чуть больше трех месяцев осталось работать Крымскому государственному совету первого созыва. Депутаты уже заканчивают свой пятилетний труд и готовятся к сентябрьским выборам, где жители республики определят состав нового парламента до 2024 года. Выборы депутатов государственного совета республики Крым нового созыва назначаются государственным советом республики Крым. Решение о назначении выборов должно быть принято не ранее, чем за 100 дней, и не позднее, чем за 90 дней до дня голосования. Сегодня на внеочередной сессии депутаты как раз попали в этот 10-дневный допуск. Однако, кроме собственно согласования выборов, парламент утвердил и порядок финансирования избирательного процесса на местах. В случае, если территориальная избирательная комиссия участвует в выборах депутатов представительного органа муниципального образования, она обязана не позднее, чем за 10 дней до дня голосования распределить поступившие в ее распоряжение средства, выделенные ей избирательной комиссией муниципального образования на подготовку и проведение выборов депутатов представительного органа муниципального образования и соответствующего бюджета. Править бал в единый день голосования в Крыму будет Михаил Малышев, которого повторно выбрали на пост председателя избирательного комитета республики. Этот орган уже начал активную работу по подготовке к определению депутатского корпуса в сентябре. Никита Егоров, Евгений Стариков, Служба новостей и ТВ. Настоящий праздник детства подготовили к Международному дню защиты детей в крымской столице. На площади вблизи дворца детского и юношеского творчества развернулась огромная волшебная поляна с любимыми сказочными героями, знакомыми из старых российских мультфильмов и кинолент. Кроме этого, всех ожидали познавательные мастер-классы, квесты и конкурсы. Все это заставило малышей еще раз улыбнуться и почувствовать радость беззаботного детства. Окончание школы и начало долгожданных каникул с нетерпением ожидали крымские школьники. 1 июня официальный старт летнего отдыха. Кроме этого, и еще одна не менее важная дата – День защиты детей. Порадовать малышей решили во дворце детского и юношеского творчества в Симферополе. Малыши приняли участие в увлекательном квесте. У ребят в руках карта, им необходимо найти обозначенное число, ведь именно оттуда начинаются их яркие приключения. Там их ждут любимые сказочные и киноперсонажи – Мэри Поппинс и Феечка. Ребята проходят по различным станциям, выполняют задания, получают за это оценки, ну и в конце их ждут, конечно же, призы. Здесь у меня ребята собирают шарики, вот у меня разноцветные шарики, и мы их раскладываем в разные коробочки. Это квест для малышей, им 5 лет, поэтому для них это довольно сложно. Увлекательные задания, спортивные соревнования, игра в шахматы, перетягивание каната, творческие площадки. Дети смогли узнать больше о необъятной вселенной и звездах. Здесь же расположилась и компактная лаборатория, в которой каждый мог стать химиком, проверить овощи и фрукты на содержание нитратов и других опасных веществ. Нитрат-тестер, с помощью которого можно определить содержание нитратов в овощах и фруктах. Идет измерение. Так, смотрим. Норма 150, а здесь в огурце содержится 199 нитратов. Как ты думаешь, можно ли его использовать? Праздник детства посетила министр образования, науки и молодежи Республики Крым Наталья Гончарова. Она поздравила ребят с окончанием учебного года и пожелала им дальнейших успехов в учебе и творчестве. Самое драгоценное, что есть у каждого взрослого, у каждого родителя, у каждого бабушки и дедушки – это ребенок. И он требует защиты. Требует защиты не только на уровне семьи, но и на уровне государства. Поэтому все моменты защиты, они прописаны как приоритетные направления в министерстве. Касаемо празднования, праздники сегодня проходят во всех муниципальных образованиях. Многие школы сегодня открывают летние здоровительные школьные лагеря. И как раз открытие происходит в этот день, в этот праздник. Древнее волшебное искусство складывания фигурок из бумаги, оригами, хитрости бисеросплетения, создания сувениров из природного материала, лепка из глины и соленого теста. Во всех этих направлениях малыши смогли опробовать себя и сохранить поделки на память, как воспоминания о хорошо проведенном у времени. Анна Беляева, Артур Добряков, Служба новостей и ТВ. Почти 500 детей в Крыму страдают сахарным диабетом. Ежегодно это тяжелое заболевание диагностируют у 70 маленьких пациентов. Несмотря ни на что, все они имеют право жить полноценной жизнью. Подарить день праздника радости и веселья ребятам с диабетом ко Всемирному дню защиты детей решили волонтеры Крыма. Подробнее об этом в сюжете Анны Беляевой. Наполнить праздники яркими красками, зарядить позитивом и эмоциями на весь день. В обществе страдающих с сахарным диабетом пришли волонтеры. День защиты детей – праздник радостный, поэтому с собой добровольцы принесли малышам хорошее настроение. А вместе с ним и конкурсы, игры, музыкальные постановки. Ребенок и спектакль посмотрел, и поиграла, и повеселилась, пообщалась с такими же детками, как она. В целом, мало кто понимает, что это за болезнь. А когда такие детки вместе, они знают, о чем поговорить и как поиграть. Для этих детей и их родителей диабет – это не просто заболевание, а образ жизни. Чтобы жить полноценно, сегодня у них есть все необходимое. Они не привязаны к постоянным инъекциям. Качество жизни улучшает альтернативные методы поддержания здоровья. Анна и ее дочь Алина – приверженцы современных технологий. В борьбе с заболеванием семья использует помповую инсулинотерапию сенсор глюкозы, который помогает в отслеживании уровня сахара в крови и отправляет данные сразу на телефон. На данный момент у нее Декском G4. У них есть несколько моделей. Он измеряет из подкожно-жировой ткани кровь. И каждые пять минут отправляет данные на телефон. Очень удобно. Если ребенок где-то бегает, я вижу это все. Либо я ее подкалываю, либо я ей даю что-то вкусненькое. Родители детей, которые борются с диабетом, пришли на праздник еще и чтобы обменяться опытом, а также поделиться своими знаниями в борьбе с заболеванием. Правильно оценивать состояние детей научили медработники. Детский врач-эндокринолог Валентина Девинская, которая знает здесь буквально по именам каждого ребенка. Сегодняшнее мероприятие приурочено к Международному дню защиты детей. И поскольку у нас в Крыму заболеваемость и распространенность сахарным диабетом, как и в России, как и на всем земном шаре, растет, то это большая медико-социальная проблема. Родители, которые сегодня сюда пришли, у них тоже накопилось много вопросов, потому что медицинские аспекты не стоят на месте лечения, и уход за такими детьми, приобретают все новые стороны. Главным поводом праздника стала идея современного подхода к заболеванию. Ребята показали, что даже с получением такого страшного диагноза, как диабет, который всего 50 лет назад означал приговор, медицина говорит об обратном. Не стоит отчаиваться. Анна Беляева, Артур Добряков, Служба новостей ТВ. В особенной помощи и поддержке нуждаются дети, чья жизнь каждый день находится на грани. К Международному дню защиты детей в Симферополе провели благотворительную акцию по сбору средств на строительство Крымского детского хосписа. Такое учреждение будет оказывать тяжелобольным, маленьким пациентам медицинскую, психологическую и эмоциональную помощь. Позволит пройти этот нелегкий период жизни детям с тяжелыми, неизлечимыми заболеваниями и членом их семьи. Подробнее об этом расскажет Анна Беляева. Благотворительная акция в поддержку детей, нуждающихся в палеотивной помощи, организовывают уже не первый год. Задача такого мероприятия – привлечь внимание граждан к необходимости помогать тяжело и неизлечимо больным детям. Объединить тех, кто может оказать посильную помощь в создании такого необходимого учреждения в Крыму, как детский хоспис. Те средства, которые будут собраны во время проведения мастер-классов, игр с детьми, благотворительные ярмарки, все пойдут на адресную помощь семьям. На закупку необходимого, может быть, оборудования или медикаментов, или сопутствующих для поддержки этих семей. То, что им требуется. На сегодняшний день в Крыму уже активно работает служба социальной и гуманитарной поддержки с выездом к палеотивным семьям. Но этого все равно недостаточно, чтобы утолить все нужды детей, чья жизнь каждый день находится на грани. Отсутствие полноценного комплексного хосписа на полуострове – проблема, волнующая сегодня десятки крымских семей. Хоспис, он очень нужен, просто необходим. Детский хоспис в Крыму – это лучик надежды для таких семей, как у нас. Он уходил, я знала, что он домой никогда не вернется. Конечно, хотелось, чтобы вся семья была вместе. Хоспис, наверное, такое место, где мы сможем быть рядышком со своего ребенка. К Международному дню защиты детей организаторы акции в Екатерининском сквере Симферополя провели концерт с участием творческих коллективов Крыма – молодежный бал, ярмарку поделок и мастер-классы. Мы проводим мастер-класс, на который просто подходят дети. То есть мы показываем, как это все делается. Это очень элементарно. Они приходят, они могут рисовать, они что-то делают, добавляют свои элементы. Также мы общаемся на интересные темы. Хочется помочь не только физически, но и духовно. А для этого мы сегодня рассказываем детям, что такое корабль, что он является символом надежды. И лучшее, конечно же, всегда будет с нашими детьми, когда мы будем верить. Все собранные средства в рамках благотворительной акции пройдут на строительство первого в Крыму хосписа. Он поможет детям с неизлечимыми заболеваниями и их семьям прожить этот нелегкий период. Анна Беляева, Артур Добряков, Служба новостей и ТВ. Мы продолжаем выпуск. Не пропустите во второй части. Праздничное шествие, народные гуляния и концерт от звезд российской эстрады. Симферополь отметил свой день рождения. Столице 235 лет. Самые сильные пауэрлифтеры встретились в Крыму на всероссийском мастерском турнире «Железные каникулы». Очень интересные спортсмены, сильные. И сегодня показывают свои самые лучшие результаты. В Крыму введено ограничение на передвижение большегрузов. Об этом сообщает пресс-служба Республиканского Минтранса. Мера будет действовать на протяжении всего лета с 1 июня по 31 августа. Ездить запрещено в определенное время суток – с 10 утра до 22 вечера. При этом лишь в тех случаях, если дневная температура превышает отметку в 32 градуса выше нуля. При этом временное ограничение не распространяется на международные перевозки грузов, пассажирские автобусные перевозки, транспортировку пищевых продуктов, топлива, дорожно-строительной техники, а также транспортных средств органов исполнительной власти, в которых предусмотрена военная служба. Мотив ограничения – предотвращение преждевременного износа дорог. Ни себе, ни людям. В гарнизоне поселка Гвардейская произошел конфликт интересов. Там к общему знаменателю не могут прийти местные жители, администрация и предприниматель. Всему виной магазин. В пятницу местные жители встретились на коллективном собрании и попытались разобраться в сложившейся ситуации. Вечером в одном из спальных районов гарнизона было шумно и многолюдно. Местные жители общими усилиями пытались решить вопрос – нужен ли в подвале многоэтажки магазин. Однако для этого использовали интригиальные методы ведения переговоров – крики и оскорбления. Этот магазин для многих стал родным. Работает гастроном уже 8 лет. К широкому ассортименту и приемлемым ценам в нем местные жители уже успели привыкнуть. Отказываться от удобств не хотят. Юрий Мясяков в гарнизоне прошел службу от лейтенанта до полковника. Сейчас он инвалид второй группы. Передвигаться приходится с помощью костылей или специального электроскутера. Выбор останавливает именно на этом магазине за удобство его расположения. У него мало того, что добираться, у него товары дешевле намного. А у этого предпринимателя, который на сегодняшний день обеспечивает друй, у нас два магазина. Один магазин Скворцовый и вот этот подкорытовый магазин. Вот эти магазины у нас дешевые. Большинство местных, которые живут сейчас в гарнизоне – пенсионеры. Цены в магазине приближены к социальным. Купить-то можно все, что и в обычных супермаркетах. Хлеб и булочные изделия, мясные изделия, все колбасы, крупы, консервы. Ну все, что в больших магазинах, то и здесь. Но здесь и цена меньше. Вопрос о закрытии возник уже как месяц. К первому июня срок аренды помещения под магазин истек. Решать судьбу гастронома пришли местные жители. Больше всего их удивляет, что мнение оставлять ли магазин, спросили не у всех. До этого Галина с соседями оставляли подписи в пользу предпринимателя. Сегодня женщина пришла еще раз, чтобы отстоять судьбу гастронома. Сами инициативу проявляли и в наш весь дом. За то, чтобы магазин здесь остався. Но почему? Не всех жителей собрали, а одного дома и решили. И постановили, и решили. Как это? Разве это правильно делается? Однако есть и недовольные таким соседством местные жители. Среди основных нареканий – шум от холодильников, трещины в здании скопления машин. Другая половина жителей, которые болеют за судьбу любимого гастронома, считают, что этими проблемами должна заниматься администрация сельского поселения, так как именно она является владельцем, предприниматель лишь арендует помещение. Глава администрации Гвардейского тоже пришел на собрание, чтобы выразить официальное мнение властей. Если все-таки они не договорятся и не примут решение об оставлении магазина, значит это помещение будет использоваться под социальные нужды. То ли это будет ФАП, то ли это будет банковское отделение, то ли будет еще что-то. Это уже вопрос, посмотрим по ситуации. Но на сегодняшний момент, если это помещение будет жильцами требовать, чтобы это не было торговля, коммерция и так далее, то, соответственно, там не будет никакой ни торговли, ни коммерции, ни баров, ни ресторанов. То есть будет социальная. Это может быть и кружковая работа какая-то, допустим. Ну, то есть вариантов может быть несколько. Несмотря на предложение прийти к общему знаменателю, сделать это без конфликтов не удается. Все тут предприниматели. Сырбор происходит уже порядка больше месяца. Это после того, как глава Гвардейского посылков совета принял решение о том, чтобы это помещение сделать под ФАП и военно-патриотический клуб. И также рядышком находится еще один магазин производителя Скворцова, тоже, который в таком же положении и который, как бы, как сказать, паспортивно на вылет хотят сделать. Это, как бы, наши исполнительные власти Гвардейского посылкового совета. Это я, как бы, расцениваю те жесты, которые они дают ссыл предпринимательным всем. Сам предприниматель старается участвовать в социальных проектах гарнизона. Где-то скамейки поставил, где-то детскую площадку отремонтировал. Поэтому упреки некоторых жильцов дома не понимает, а за свой магазин намерен сражаться и дальше. Для начала собрав честные подписи. Ведь главная задача – обеспечить людей продуктами первой необходимости, которые они могут приобретать рядом со своим домом. Яна Витренюк, Евгений Стариков, служба новостей ТВ, Симферопольский район. Пожалуй, главный праздник для людей, которые любят свой родной город – день его основания. Симферополь как раз отметил юбилейную дату – 235 лет. По главным улицам Крымской столицы прошел костюмированный парад. А на сцене в честь праздника выступили звезды российской эстрады. Крымская столица отмечает свой день рождения. Городу-собирателю исполнилось 235 лет. Ровно столько прошло с того времени, как на улицах вдоль Салгира появились первые имперские двухэтажные дома и церковь. Сегодня уже никто не задумывается о том, как зарождался самый населенный город республики. Однако выходят на улицы города, чтобы отметить праздник, многие. Например, чтобы пройти костюмированным парадом по центральным улицам. Ну и, конечно, какой день рождения без подарков. Кроме культурной программы, в день города Симферополь смог похвастаться и новым памятником. На улице Карла Маркса возле полюбившегося всем ешкиного кота появился и герой известной детской песенки «Чижик-пыжик». После открытия нового украшения праздник переместился на проспект Кирова. Прохожих на нем развлекали и артисты на ходулях, и шагающий оркестр. Чтобы напомнить о том, что Симферополь собрал десятки национальностей, по главной улице города прошли и люди в народных костюмах. Ну и, конечно, всех ожидал праздничный концерт на площади Ленина. На сцене, кроме крымских артистов, выступили звезды российской эстрады Алексей Воробьев и Денис Майданов. В завершении праздничного дня и концерта световой шоу на стенах Совета Министров и салют, озаривший ночное небо мириадами огней. Никита Егоров, Служба новостей и ТВ. В Ялте прошел этап «Регаты Золотое кольцо Боспорского царства». В гонке поучаствовали 70 спортсменов на 11 яхтах из Геленджика, Анапы, Краснодарского края и Крыма. Самым быстрым по итогам крымского этапа стало судно «Навигатор». Проект приурочили к одноименному туристическому проекту. Главной задачей яхтсменов было проложить маршрут по Черноморскому побережью. Экипажи стартовали 26 мая в Геленджике. Впоследствии посетили Анапу и Керчь, после чего прибыли в Ялту. Там к ним присоединились еще несколько экипажей. Наряду с профессионалами в этапе «Регаты» выступили любители и даже новички, а также ученики детских парусных школ. В Министерстве курортов и туризма Крыма проект «Золотое кольцо Боспорского царства» назвали самым масштабным в истории постсоветской России. Отметим, яхтин и туризм – одно из наиболее перспективных направлений в Крыму. На завершившейся в Сочи конференции Южно-Российской парламентской ассоциации именно проект развития яхтинных маршрутов до Черноморского берега был презентован крымскими депутатами. Всех с началом лета, с началом сезона, которое в этом году впервые происходит одновременно на всем юге России. Сейчас проходят мероприятия в Краснодарском крае, в Ростовской области, в Севастополе, в Крыму. В Керчь заплыв 50 человек, максимальное количество в Керченском проливе, в чем атлеты из Великобритании и Испании принимают участие. В Евпатории фестиваль детства, карнавал, то есть, ну, Евпатория вообще столица детского отдыха. В Алуште и Симферополе начались дни городов. Вчера в Алуште, сегодня в Симферополе. И продлятся несколько дней также праздничная программа. Ну, а главное происходит здесь, в Ялте. Симферополь стал центром проведения всероссийского мастерского турнира «Железные каникулы». Самые сильные пауэрлифтеры, среди которых не только мужчины, но и представительницы прекрасного пола встретились на стадионе «Локомотив», чтобы помериться с силами. Кто стал лучшим в этом виде спорта, знает Мария Моссур. Пауэрлифтинг часто называют силовым троеборьем. Этот вид спорта включает в себя три упражнения. Приседания со штангой на спине, жим лежа и тяга штанги. Именно эти упражнения и определяют квалификацию спортсмена. На минувших выходных в Симферополе собрались лучшие крымские пауэрлифтеры. Посоревноваться с ними приехали и спортсмены с материка. Приехали ребята с Краснодара, с Анапы, с Новороссийска. Очень интересные спортсмены, сильные. И сегодня показывают свои самые лучшие результаты. В соревнованиях, которые прошли в минувшие выходные, приняли участие около 120 спортсменов. Самый тяжелый весит 155 килограммов. Немалую роль в достижении результата играет тренер, который помогает спортсмену как морально, так и физически. На железных каникулах представлено три категории. Пауэрлифтинг, одна из новых дисциплин – строгий подъем на бицепс и народный жим. Перед сражением спортсмены переживают, но не теряют уверенности в себе и своих силах. Переживания все равно есть, и мы люди, конечно. И толчки идут у нас пиковые здесь. Никто их в залах не поднимает. Все большие веса поднимаем на соревнованиях. Поэтому, конечно, переживаем все как люди. Поведить себя в прошлом – основная цель, которая стоит перед спортсменами. Сделать больше повторений, поднять больше вес, поставить новый рекорд. Чтобы добиться результатов, спортсмены тренируются до изнеможения, а результаты оценивают на соревнованиях. А это хрупкая девушка Эльвира Фатеева. Она уже пятый год занимается спортом. Из трех попыток удачных у девушки было две. Первая была удачная, вторая удачная, третья, к сожалению, отрыв таза. Победителей у железных каникул много. В пяти номинациях по три человека. Мария Моссур, Александр Рыбин, Служба новостей и ТВ. Это все новости на сегодня. В студии для вас работал Тарас Брезицкий. Я желаю вам приятного вечера и всего самого хорошего. До свидания.